Здравствуйте! В эфире программа «Фокуси» и я, ее автор-ведущий, Иван Ждакаев. Каждую неделю я собираю самые интересные публикации мировых СМИ об Азербайджане и рассказываю о них вам. В этом выпуске. Технологии гостеприимства. Президент Азербайджана посетил выставку телекоммуникаций и пригласил в гости российских туристов. Москва и Вашингтон развязали холодную войну на постсоветском пространстве, на чьей стороне будет Баку. Из Сибири с любовью, как азербайджанский нефтяник, стал главным человеком сразу для двух российских городов. В Баку открылась международная выставка телекоммуникаций «Баку-Телл». По традиции ее посетил президент Ильхам Алиев, который акцентирует внимание на технологическом развитии страны. Сфера, которая здесь представлена, очень важна и с точки зрения бизнеса, с точки зрения инноваций, с точки зрения образования. Это сфера, которая для нас является одним из приоритетов. И не случайно, что уже 2024 год мы проводим такую выставку. В рамках выставки Алиев принял двух профильных министров соседних стран – России и Турции. Сформировался и своего рода альянс. Это четырехсторонняя встреча министров связи и транспорта Азербайджана, Ирана, России и Турции. Они обсуждали вопросы сотрудничества в развитии спутниковых систем, международных оптиковолоконных сетей и в обеспечении кибербезопасности. Но, пожалуй, больше всего эта выставка запомнилась обращением Алиева к российским туристам. Что касается россиян, думаю, что они чувствуют себя как дома. Здесь нет языкового барьера. К ним очень хорошие отношения, уровень обеспечения безопасности, комфорта, гостеприимства азербайджанского народа. Ну, конечно, исторические памятники, климат. Думаю, что россияне меня услышат. Я приглашаю их с удовольствием посетить нашу страну. Мы им всегда очень рады. Президент подчеркнул, что россияне занимают первое место среди туристов, посещающих Азербайджан. И здесь они чувствуют себя как дома. Вторая холодная война. Так часто говорят о нынешних отношениях между Москвой и Вашингтоном. А театром боевых действий стали страны постсоветского пространства. Об этом говорится в исследовании, выпущенном американским агентством Stratfor. Какую роль в этом противостоянии сыграет Азербайджан? В этом вопросе разбиралась независимая газета. У Азербайджана с Россией полное взаимопонимание почти по всем вопросам, включая внешнеполитические. Отношения находятся на самой высокой точке после обретения независимости Азербайджана. Что США могут предложить взамен, задается вопросом независимая газета. Баку традиционно в большей степени тяготеет к Москве. И Азербайджан не стремится войти в НАТО. Такой вот газета дает ответ. Совсем наоборот, не утихают разговоры о возможном участии Азербайджана в российском военном блоке ОДКБ. Ничто не предвещает изменения внешнеполитического вектора Баку. Резюмирует газета. Глава Чечни Рамзан Кадыров побывал с визитом в Баку и встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече речь шла об окреплении отношений между двумя народами. Передает телекомпания МИР24. Ильхам Алиев отметил, что чеченцев и азербайджанцев объединяют многолетние традиции и высокий уровень доверия. А встреча лидеров будет служить укреплению традиционных братских связей. Также президент Азербайджана принял приглашение посетить Чечню с ответным визитом. Сразу два российских города захотели назвать свои аэропорты именем азербайджанца, легендарного первооткрывателя нефтяных месторождений Сибири Фармана Салманова. Память о нем хотят таким авиационным образом сохранить в Нижневартовске и Сургуте. По итогам голосования победил Сургут. Первооткрыватель югорской нефти, проработав в Западной Сибири более 30 лет, участвовал в разведке более 130 месторождений нефти и газа. Фарман Салманов был уверен, что в Сургуте есть нефть и доказал это своим оппонентам. Первая скважина в районе селения Мегион дала фонтан нефти 21 марта 1961 года. Напомню, в общей сложности Россия искала новые имена для 47 аэропортов. И только в пяти случаях вышло так, что популярные имена одновременно вышли в лидеры голосования в нескольких городах. В этом случае учитывалось процентное соотношение голосов, отданных за кандидатов в каждом городе. Ну, например, за Фармана Салманова в Сургуте проголосовали 58%, а в Нижневартовске 45%. Стало быть, победил Сургут. На интерес Салманова к Сибири повлиял его дед Сулейман, которого в царское время приговорили к 20-летнему заключению в Сибири. Находясь в ссылке, Сулейман участвовал в русско-японской войне и за храбрость был награжден и освобожден. Он женился на сибирячке и вернулся с семьей на родину. И вот после рассказов деда внук поверил в потенциал Сибири. Ну, а теперь Сибирь отвечает ему взаимностью. Британская газета Daily Mail публикует 12 удивительных фотографий, которые вошли в шорт-лист престижной английской фотовыставки. Среди них фотография, сделанная на улицах Баку. Эта работа носит название «Гора в городе» и сделана она иранским фотографом. На фото изображен центр Гейдара Алиева в Баку, построенного по проекту известного архитектора Захи Хадид. Сам фотограф признается, Баку — это город с красивой архитектурой. Что ж, пожелаем победы этому снимку, а пока что посмотрим, какие еще фотографии попали в список. Здесь есть невероятные по цветовым сочетаниям снимки из Нью-Йорка. Кстати, сделаны они с помощью камеры смартфона. Есть и огромная башня Лахта-центра в Петербурге. Эта фотография сделана над уровнем облаков. Все эти 12 снимков объединяет одно. На них представлены завораживающие и даже иногда неправдоподобные формы, в которых отражаются, казалось бы, привычные предметы и постройки. Ну а у меня на этом все. С вами была программа «В фокусе» и я, ее автор и ведущий, Иван Ждакаев. Подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми узнавать о самых интересных публикациях мировых СМИ об Азербайджане. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова